И ЛИТА! Артплюй! Продакшн представляет! Тогда я снимал пару карт на старом движке Доты 2, да? Пользовательские игры. Но она тогда была вообще недоработанная. Это сейчас, ее в 15-м году начали дорабатывать, доделывать. И вот мы с вами посмотрим, что же получилось в итоге. Давайте возьмем какого-нибудь хорошего героя. Я в нее практически не играл на новом движке. Давайте глянем селедку. Нага. Нагогвардеец. Ну, в принципе, да, у него раса Нага. И посмотрим, что у нас будет в итоге. Что у нас получится, что здесь вообще изменили. Так вот, карта великолепная. Мне писали много про нее зрители. Очень много писали. Ну, само собой, я знаю эту карту. Я сделаю на нее обзор. Возможно, она будет долгая. Мне кажется, что она долгая будет карта. Но если будет она минут 20-30, то, скорее всего, я ее укорочу, ускорю, да? До минут 10-15. Чтобы не занимать ваше время. Так, у нас здесь есть магазин. Есть как обычные предметы, так и улучшения. То есть, через рецепты собираемые. Ну, вначале обычно покупают хилку. Давайте мы купим. У нас есть обычная хилка. И колба. Кстати, я не помню, разработчик русский или нет. Но карта полностью переведенная на русский язык. И, как я понял, здесь сделана по-умному, да? Когда вы запускаете карту, она может смотреть, какая у вас версия дота. То есть, какой язык стоит по умолчанию в доте. Если у вас дота русская, да? То у вас будет русская карта. Эта карта вообще, она есть на русском, на английском и китайском языке. Блин, я заговорился, я даже способности не знаю. Немножко подлагивает, потому что первая волна такая массовая. А что делает первая способность? А, волна. Первая способность это просто волна. Ой, как подлагивает. Ой, как лагает. Нет, братюня. Похилились. Бей, бей, нам нужно бить. Это он так медленно бьет, что ли? Ну, апель. Не, вроде нормально, неплохо. А самое главное, да? Чем вы больше убиваете крипов, тем больше получаете золота. Чем у вас больше золота, тем лучше артефакты. Все очень просто. Все, отлично, закончили мы волну. А, как я понял, здесь все баги исправили. Карта обновляется ежедневно, вы понимаете? Каждый день ее обновляют. То есть, она сейчас активно развивается. Ее доводят до идеала. Я согласен, карта, в принципе, идеальна. А, что будем собирать? Давайте соберем этот щиток. Увеличивает реген здоровья. Его, наверное, соберем. Честно, я пока ничего здесь не изучал. В этом и есть весь шарм, понимаете? Мы вместе с вами получим удовольствие. Увеличивает удовольствие. А, еще смотрите, я заметил такую тему. Да, у нас 8 игроков. 3, 6. Да, 8 игроков. Но в меню нам доступны только 5. Зато вот реально, вот эта проблема, ее тоже надо решать. То есть, мы видим только 5. И замутить мы можем только 5. Остальных мы не можем замутить. Ну, это реально бред. Давайте мы все разберемся, где кто будет стоять. Здесь 4 и у нас 4. Все, отлично. Ну, а волна, поехали. А, конечно, лучше вставать сюда вот через ящики, да? Там будет удобнее бить. Меньше крипов будет. Но я не люблю такую тему. Мне кажется, слишком легко. Как много их. Как их много. Давай, братюня. Нормально. Все-таки, моя задача не просто там победить соло, да? А рассказать вам про карту. Как играли ее на Варкрафте. И просто делать обзор. Пускай мои союзники фармят. У нас много-много игроков. Еще кроме меня 7 человек играет. И они фармят. Они все фармят, понимаете? А, давайте глянем. Что у нас есть за способности? Я ни разу не играл за этого героя. Может быть, играл за него в Варкрафте. Но это было очень давно. Первая способность это волна. Дамажит врагов. Вторая. Увеличивает силу и броню. Ну так себе, говно. И третья это оглушение. Ну давайте возьмем оглушение. Все-таки полезная вещь. Хорошо. Нам нужен рецепт. Но мы тогда лучше купим хилку пока что. Также, смотрите. Мы появляемся посередине. Здесь идут волны с двух сторон. Мы их убиваем. Также здесь есть еще и дуэли. Которые там после определенного количества волны. Я уже не помню. Кроме дуэли есть супер боссы. Я надеюсь, что вы все это увидите. Видите, уже пятая минута. Мы только начали играть. Так, сейчас будут большие волки у нас. Ну хорошо. Я не понимаю, что они делают. Они дураки? Ну. Видите, есть люди, которые первый раз запускают игру. А почему я... Ааа. У них уклонение, что ли? Что-то вообще я очень плохо бью. Я не понимаю, почему. Странный у меня герой. Очень странный. Очень. Ну давай же. Да, да. У них, конечно, уклонение есть. Но нам нужно убивать. Нам фармить нам нужно, Вася. Прокачаем волну. Мне кажется, я какое-то говно взял. Реально какое-то говно. Поэтому я, наверное, и не помню его в старой версии на Варкрафте. Наверное, никто не брал этого героя. Там все брали всяких там Тинни, Пурджей. Особенно Пурджа. Да, Пуш очень сильный танк. Пассивками и так далее. Ну, сейчас будут дуэли. Посмотрим, что у нас получится. Во время дуэли можно, кстати, использовать хилки. Но это уже по желанию. Я никогда не любил этой темы. Использовать хилки. Нечестно. Ну, например, так же, если вы играете за саппорта, да. То во время дуэли можно, наоборот, отдаться. Чтобы ваш керри получил за вас золото. И собрал артефакты. Я помню, что часто пикали Тинни, да. Пурджа и Акса. Но селедку я вообще не помню. Вот мы видим дуэли. Можем наблюдать за этим. Что он делает, я не понимаю. Я говорю, я вообще не знаю, какие способности у героев. Зараза. Ну, вот видите, вот некоторые бегают. Да, тоже было так. На Варкрафте. То есть, некоторые во время дуэли убегают. Там крысится, ждут, когда скиллы откатятся. Хилки юзают. Ну, как тебя зовут? Пират, пират. Его назвали пиратом. У пирата не было шансов. Зачем ты хилки юзал? А где я вообще? А, потом мы будем. Что? Уоу. Это даун. Прикиньте. Купил, короче, крипа, который стоит 125 баксов. Крип увеличивает тупо броню. И он использовал на дуэли. Господи Иисусе. Такой бред. Я такого бреда еще никогда не видел, честно. Ну, да. Я даже не буду сопротивляться без вариантов. А что столько много он вызывает? Это он все купил, что ли? Реально, какой-то бред. Они покупают крипов за деньги и их вызывают. Что за бред? Прошу, как он выиграл. Ха-ха. Кусок идиота. Тебе повезло, честно. Я говорю, я такого никогда в жизни не видел. Я не понял, что происходит. Они тратят огромные деньги, чтобы просто выиграть дуэль. И получить, ну сколько там, часть выигрыша. Если отнять потраченное. Ну, это реально бред. Это такие евреи, реально. Настолько жадные люди попались. Ну, в любом случае, нас убили, посрать. О, видите, правильно. Пишет саппорт, отдайся ему. Ну, где наш герой? Дайте нашего героя быстрее. Кстати, видите, как сделали, да? Герои валяются. С ума-то придумали. То есть убитые валяются герои. На, пёс. Что у нас вообще за герои? Ну-ка, ещё раз смотрим. У нас первая способность, это просто... Мы кидаем волну. Вторая способность... Броня. Непонятно. У меня кажется, это танк. Нам... Вот, да, мы танк. То есть нам не нужно собираться в дамаг. Поэтому будем собираться чисто в танка. То есть первая способность, это просто волна, доносит урон. То есть это и не танк, и не кэри. Вторая, танк. Броня плюс силы. Надо было её качнуть. Третья башня, это тоже ближе к кэри. И ультимейт. То есть мы тоже больше дамажим. Так, сейчас будет тяжёлая волна. Как я помню, это будут тролли. Вот, вот на этой волне можно было использовать как раз тролля. Вот они, видите, продаются. Вот. Вызов двух скелетов. Ничего не напоминает? 40 баксов стоит. Тролль 125 баксов. Тихо, тихо, тихо. Не спешим. Очень тяжёлая волна. Очень тяжёлая. Здесь часто проигрывают во время этой волны. Но у нас отличный реген идёт. У нас огромный реген благодаря нашему щитку. На. Ну давай, братиша. Давай. Живи. Так, ну вроде пока справляемся. Справляемся. Убили одного крипа. Хорош. Крипа убили. Прогресс. Нужно получить на мультимейт. Нормально. Ну вот. О чём я говорил, да. Если буду фармить не я, то будут наши союзники. Всё очень просто. Но в любом случае кто-нибудь фармить будет. Я говорю, карта очень интересная. Поиграйте, поизучайте всех героев. Просто поизучайте до конца. Не, он правильно говорит, что троллей тяжело. Это реально тяжело. Как ни крути. Сейчас просто нам повезло. Ладно, смотрим. Что у нас дальше? А, есть кираса рыцаря. Возврат урона идёт. И здоровье. Ну-ка, здесь ещё здоровье. Уклонение. Во, вот это лучше возьмём. Уклонение. Давайте возьмём шлем. Ну и всё, в принципе, нормально. А, сейчас будет мега-босс. Мега-босс. Мега-босс? Мега-босс? Какие-то у нас пассивочки работают. Активные эффекты. Ну давайте глянем у кого-нибудь ещё. Кто у нас есть? А, ну вот он, босс. Кстати, да, да. Урса. Я помню, в Варкрафте тоже был Урса боссом. Потом, я помню, следующим боссом. Зачем он вызывает? Зачем ты деньги тратишь? Он реально, он дурак, что ли? Это же, по-моему, Дум. А сколько Дум стоит? 150 монет. Это, типа, прикол? А зачем такие деньги? Мы же убили бы. Я не понимаю, реально, куда я попал. Может, у него, это, излили... Ну, просто много денег слишком. Он тратит. Зачем он вызывает Думу за 150 монет? Потом скелетов вызывает. 200 монет потратил. 200 монет просто в никуда. Ну, ладно. Так. Бо, давайте лучше здоровье будем собирать. Купим, наверное, ещё вард. Ну, однажды он пригодится. А, так он даёт 2 варда. Я помню, что нужно также покупать тролля. Но, не чтобы драться на дуэли, когда он... Тем более, у него массовый эффект, массовую броню он даёт. А для волны. Например, для волны с ВН, да. Вот это очень сложная волна с ВН, потому что у них у всех иммунитет. К маг-урону. Это сейчас будут эти... Головорезы. Да, да, да. Ну, это не сложная волна. Давайте поставим. Нет, пока не будем ставить вард. Не надо. Нормально идём. Качнём второй скилл. То есть мы не будем качать башу, будем качать вторую способность. Будем идти через танка. Вот, танк, голова волна. Волна у нас слабенькая какая-то, реально слабенькая. Ну, смотрите, спокойно стоим. Вообще нас не дамажит. Всё идёт хорошо. Вот уже мы снимаем, ну, больше 12 минут. Давайте сделаем так. Теперь я буду перематывать до начала каждой волны. Следующая волна. Энты. Ну, в принципе, ничего сложного тоже нету. Её можно пройти. Не самая сложная волна в мире. Вот, наш ультимейт. Пошёл, пошёл ультимейт. Давай, братюня, давай. Неплохо мы подняли так бабла. Также я купил ещё от роля защитника. Это потом, когда будет Свена, я вам покажу, как это всё работает. Нормально, спокойно прошли. Вот, сейчас будет самая сложная волна. Это властители. Вызываем. На них не работает, кстати, маг урон. Да, зря я сделал волну. А вызываю от роля защитника. Очень больно бьют. Очень больно. Нас зажали. Нет. Нормально. Лучше, конечно, это взрывать. Лучше идти и взрывать бочки. Вы видите, насколько они сильно бьют. Нереальные тормоза идут. Давай, братюня, давай. Живи, живи. Вот видите, тоже вам урок. Сделайте так, чтобы враги вас не зажимали. Есть одна бочка. Можно попробовать её взорвать. Убьём. Да, обязательно взорвём бочку. Убьём часть врагов. Ох, отлично, ладно. Убили часть. И ещё одна часть осталась. Здесь нельзя воскрешать союзников, к сожалению. Но мы должны пройти, должны. Давай, братюня, давай. Следующая волна. Духи воды. Тоже очень тяжёлая. Все волны тяжёлые, как ни странно. Но мы сделаем так. Мы ультуем. Мы поехали, поехали. Всех задавлю. Пошла жара. Но мы убили только одну пачку. Теперь вторая пачка. Вторая пачка. Я бью водой. Духа воды. Духа воды. Нормально, пробьём всё. Хорошо. Но здесь, конечно, легче, чем за Свенов. По одной причине. Потому что у Свенов иммунитет. Всё очень просто. Видите, меня очень долго бьют. Нормально так. Я ещё ни разу хилку не использовал. Прокончаем свою волну. Нормалёк. У нас есть хилочка. Всё хорошо. Решил я собрать себе щиток пока что. Пока что соберу себе щиток. Где он? Вот он. Рыцарский щит. Здесь есть возврат урона. Ну что ж. Пришло время мега-босса. Па-па-па-пам. Па-па-пам. Пам. В бой. Давайте на меня. Закрой я помню. Он делает иллюзии. Делает ли он здесь? Не иллюзии. Он, по-моему, у него была типа манта. В Варкрафте. Или это было не у него. Но вроде мы его спокойно пока бьём. У него типа быстрая скорость атаки. Жалко, что, видите, если мы просираем ультимейта, он не откатывается. То есть мы потом будем без ульты. Ну, спокойно убили. Изи-бризи вообще. Просто автопобеда называется. На автомате выиграли. Ну, подыхай. Ну, просто, вот видите, что значит, когда Войт не умеет вставить купол. Следующая волна. Опустошители. Я, честно говоря, не помню, тяжёлый или нет. Но вроде пока мы бьём неплохо. Их очень много, реально. Они сейчас начинают окружать. У нас есть Омни, кстати. Это очень хорошо. Халява. Отлично. Мы вышли из окружения. Но вроде, смотрите, вроде неплохо стоим. По такой же стороны, нас вроде пробивают. Нормально. Должны, да, да. Пройдём мы данную волну. Спокойно пройдём. Вот. У нас нет ульты. Просто нет ульты. Адские медведи. Они нереально адские. Особенно красные. Ладно, я врубаю ультимейт. И побежали. Пошла ульта. Ну, пошёл, говно по трубам. Всё? Прошёл ультимейт мой? Давай, братюня, давай. Ну, а волна? Нормально. Пока что вроде живём. У нас ещё есть бочки. Да, да. Всё хорошо идёт. Тащим, тащим. Отлично. Этот уровень тоже пройден. Следующая волна. Каменные големы. Тоже довольно такая тяжёлая волна. На них не работает магия. Сейчас проверил. Я помню, что они вроде ещё станут. Они вроде станут. Тяжёлые. Я не знаю, как мы будем их пробивать. Но попробуем. Начинают уже окружать. Плохо то, что, видите, я качался в танка. Ну, давайте принимать на себя урон. Да, не работает. Ну, как плохо. Хотя бы будем потихонечку отвлекать. Но они не станут, смотрите. Или станут, может быть, эти, боссы, станут. Но наши парни должны. Я вот во всём помогаю, но кроме таких волн, у которых иммунитет. Нет, чуваки, я вам здесь не помощник. И моя ульта не поможет вообще ничем. Ну, давайте будем все бегать. Карусели наяривать. Ну, всё же мы эту волну тоже прошли. Вот, волна, громовые ящерицы. Одна из самых тяжёлых волн. Это ещё одна. Ну, после... После СВНов поехали. Врубаем наш ультимейт. Давай, братюня, живи. Ну. Врубаем ультимейт. Врубаем огненный щиток, который мы собрали. А, я собрал, не помню, я говорил или нет. И пробиваем, смотрите. Ну, с ульты, я говорю, мы убиваем легко всю волну. Просто соло. Ну, не соло, но легко. Давай, братюня, пробивай. Отлично. Выбидали, да, какая комбо? Вы видели? Врубаем ультимейт. Огненный щиток. И убиваем. И настал самый решающий момент. Третий мега босс. А, это он, наверное, делает иллюзии. Или он вызывает старых боссов. Сейчас попробуем его убить. Давай, братюня, врубаем огненный щиток и наяриваем. Я помню, что-то он делает. Хотя у нас есть баш. Кстати, баш очень хорошо идет против мега боссов. Я помню, мы в свое время брали именно героев, у которых есть баш. Ну, смотрите, вообще без вариантов. Видимо, я преувеличил его возможности данного босса. Наш герой все жирнее. И наступает шестнадцатая волна. Призраки. Призрак оперы. Ну, поехали, призраки. Ой, как больно. Ой, как больно. Нормально. Не увидели, как пробивают зверя. На самом деле, я не помню, какая волна вообще была в Варкрафте. Хорошо. Первую пачку мы убили. Осталась вторая пачка. Не, ну они сильно. Они реально сильно пробивают. Нормально. Победим. Ой, как больно. Ой, как больно. А это уже не смешно, чуваки. Тихо, тихо, тихо. Вырубаем щиток. Мрази тупые. Нужно, нужно побеждать. Будем убивать по кусочечку так. Опс. 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 Не, надо победить. Надо выиграть. Очень мало. Зачем ты подыхаешь, дауненок. Ну что ж. Все только в наших руках. Давай, братюня, я спасу. Я выиграю эту игру. Ну. Да, у нас получится. Ну вот вы видите. Мы затащили. Это будет долгая битва. Ну давай, убивай. Вот что значит надежда. Надежда миллионов. Ну вот, в принципе, я вам показал, как работает бочка. Если вы видите, что вы проигрываете. Собираете врагов возле бочки. И взрываете бочку. Взрывать ее нужно атакой. То есть нажимаете на А. И нажимаете на бочку. Волна номер 17. Хвататели. Что же это будет? О-о-о. Вот это за яло. Ну что, я пройду. Ой, как нет, нет, нет. Окружили. Нормально. Как же их много. И слишком много. Нас быстро сейчас убьют. Реально очень быстро. Хотя, смотрите, они так. Они не сильно бьют. Давай, братиша. Не, мы должны выиграть. Давай. А что он делает? У него дальняя атака, что ли? И эту волну мы проходим. Удачно поиграл. Волна номер 18. Я собрал себе кирасу рыцаря. Будет супер комбо. Мы ультуем, врубаем огненный щиток и обратку. Ох, морские драконы. Ох. Давай. Ну. Ну, братюня. Нет, давай. Жмем на все кнопки. Просто жмите на все кнопки. Всегда. Как же их много. Все, прошел ультимейт омника. У него есть ультимейт неуязвимость. Но пока вроде кого-то убиваем. Да. И эту волну мы тоже проходим. Хотя, визуально было страшно, честно. Волна номер 19. Адские сатиры. Так, врубаем все, что можно. И поехали. Огненный щит. Ультимейт. И вроде я пока жив-здоров. Да. Мы выдержали натиск. То есть, еще раз говорю, комбо. Ультуем. Огненный щит. Обратку. И поехали драться. И опять мы прошли. Играем уже 50 минут. И все. Финальный босс. Не хватает солотов, чтобы закупиться. Но это будет жесть. Я думаю, мы, наверное, проиграем. Но попробуем. Поехали. Вызываем все, кого можно. Вызываем тролля. И поехали драться. Ой, как больно. Ой, как... Так у него, по-моему, спешил урон идет. Мы погибнули, к сожалению. Я старался. Давайте посмотрим на это. Он, видите, призывает разных существ. Какой-то морф взялся. То есть, сам босс исчез на время, да? А появляются разные существа. Вот он, прошлый босс появляется. Ну, давай, дерись. Вы же дамагеры. Бей со спины. Что ты боишься-то? То есть, теперь ему нужно убить всех старых боссов. Нужно убить Вайда, а потом надо убить Гулю. Ну, давай же. Ну, 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 ну. Это только начало. Сейчас вернется Жаггернаут. Надо убить. Какая скорость. Офигеть. Ну, убить его можно, конечно же. Мы убивали. Но все равно не все разы убивали в Варкрафте. Не все разы. Опять босс убегает. Появляются Крипули. Здесь просто нужно много дамагеров Так, сейчас опять возвращается Джаггернаут Ох, как нарезает Ну все, это ГГ Вы видели, моментально Ну вот так вот Я старался Мы сыграли 55 минут Поэтому будьте готовы, играя в эту карту Что она займет много времени Дошли до финального босса Еще раз говорю, что Много раз, я помню, доходили до финального Но редко его проходили до конца Поставь лайк Напиши комментарий Подпишись на канал Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!